Начали. Ну вот дождались. Хоть и Великая Россия, матушка, а некуда Анатолию Борисовичу, то бишь Чубайсу нашему, деться от резких вопросов, которые задают народ России. Или хотя бы журналист Владимир Соловьев. Итак, что произошло? Читаем в Комсомолке. Владимир Соловьев о своей полемике с Чубайсом. Ему пора в монастырь и кается, кается, кается. Телеведущий и глава Роснано поспорили о российской системе электроснабжения. Фото. Чубайс вступил в полемику с Соловьевым. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции Вести ФМ раскритиковал главу Роснано за его слова об энергоэффективности экономики. Анатолий Борисович в долгу не остался в кавычках и написал в своем фейсбуке пост «Мог ли такой крупный энергетик» читаем этот пост, «Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев, не вступить в дискуссию об энергоэффективности?» Спрашиваем мы, простые телезрители. Нет, не мог не вступить, отвечает лично сам эксперт. И вступает. Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца, какая глубина, какая точность, какая страсть. Человек же в конце просто заходится. По-моему, это любовь. Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она уценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность. Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда. С вами это постоянно случается. Обтереться. Подучить матчасть. Это учебник за второй курс. Я могу прислать. И снова вперед. Ждем вас. Снова на арене. Извините, зачеркнуто на экране наших голубых телевизоров. Вот такой пост Анатолий Борисович Чубайс напечатал в своем фейсбуке. Можете проверить сами. Я даже и не проверял. Верю на слово. Так, а что же сказал нам ведущий программы и журналист Владимир Соловьев? Так, тоже можно послушать. Давайте послушаем. Мы, оказывается, бедная страна, которая очень расточительная, да? Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс не чертально понимает. Но что, мы даже лень посмотреть таблички. Вы готовы? Россия потребляет электроэнергии на человек 6 533. Ну, вот это ловчат. Запомнил цифру? Да. Германия 7 083. Исландия 52 376. По климату Канады на нас похоже, да? 16 406. Вот, вот, вот. Катар 16 099. Китайский Тайпы 10 440. Кувейт 17 876. Люксембург 15 511. Норвегия 23 174. Ну, наверное, американцы для нас являются примером. 13 227. Чубайс, ну хоть что-то в своей жизни вы должны знать. Вот такие вот слова выделены Анатолием Борисович Чубайсом. И на эти слова, похоже, он и отвечает. Вопросы задает комсомолка. Владимир, а что, действительно Соловьев энергоемкость путает с энерговооруженностью, как считает Чубайс? Ответ Владимира Соловьева. Чубайс просто для начала послушал бы весь эфир. Потому что, если Чубайс собирается говорить об энергоэффективности, но при этом говорит, какие счета должны платить граждане за коммуналку, пусть сначала поинтересуется, как соотносится цена на киловатт со средней зарплатой в России и как в США. Если Чубайс собирается говорить об энергоэффективности, то пусть немножечко подумает, что когда он в 90-е годы довел страну до нищеты, он же не думал об обновлении жилищного фонда, он же не думал, как, каково отапливать такие дома, которые достались людям в наследство. Он же вообще не думает, он судит. Задача Чубайса другая. Сначала у него была задача забить гвоздь в гроб крышки коммунизма. Я бы еще добавил, то бишь, России, СССР. А теперь он куда пытается забить гвозди? Куда? Понятно? Да, куда? Вопрос. Он уничтожил все, что мог. Но чтобы через губу еще пытался кому-то что-то говорить, все его научные представления уже реализованы в совершенно пошлых ваучерных аукционах, в подлых залоговых аукционах, многоточием. Ему надо в монастырь, и кается, 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 многоточие. Вы думаете, его примут в монастырь? Вопрос. Вы думаете, его примут в монастырь? Примут. Монастырь всех принимает. Ну а если вера не позволяет, пусть учит уголовный кодекс. У меня всегда только один вопрос государству. Почему этот человек до сих пор на должностях, на которых назначает власть? Вопрос. Да, почему? Ответ. Владимир Соловьев. Я не знаю. Эффективность его работы такова, что похвастаться ему нечем. Но почему-то власть его по-прежнему всюду назначает. Какой-то непотопляемый человек. Зато топит все проекты, за которые берется. Яркий пример. Союз правых сил. Вопрос. Так его Чубайс утопил? Ответ. А вы не помните? Они же тогда все вместе решили, что Анатолия Борисовича большая узнаваемость и что ее удастся конвертировать. В кавычках. Вопрос. То есть вы обтираться, как советует Чубайс, не будете? Ответ. Обтираться, если только от его жалких слюдей. Ну пусть научится не плеваться при разговоре. Но ведь Чубайс боится прийти на эфир. Вопрос. А вы его зовете? Ответ. Постоянно. Ему множество вопросов задают люди. Вот господин Лурье провел целое расследование о том, как внезапно земелька, которую прикупил господин Чубайс, многократно выросла в цене, а соседская нет. И какая в этом роль сбежавшего в Лондон господина Минца? К нему, Чубайсу, много вопросов о том, как он распоряжался деньгами Руснана. Но он ходит на какие-то встречи только в тех ситуациях, когда ему удобно и отвечает только через губу и избрано. И то, как выясняется, плюясь. Вопрос. И вы при этом называете его ленивым? Вы не правы, Владимир. Многоточие. Ответ. Он очень ленивый. Ведь посмотрите, у него же не хватило ни ума, ни терпения, ни понимания, чтобы выслушать весь эфир. Он человек клипового сознания. Максимум у него, видно, хватает внимания на минуту Инстаграма. Многоточие. Относительно Руслана, большой государственной компании, на которой возлагаются огромные надежды, диверсификация экономики, нанотехнологии, и вопрос, связанный с венчурными инвестициями. Колоссальное финансовое эльвание получила эта компания в течение последних лет. И вот в апреле месяце счетная палата говорит о серьезных нарушениях в работе менеджмента компании. При этом заработные платы менеджмента в разы выше, чем заработные платы некоторых коммерческих компаний, более того, транснациональных корпораций. Они собираются зафиксировать убытки в этом году в 20 миллиардов рублей. А это сравнимо с бюджетом хорошего города-миллионника типа Перми. И в этом отношении у меня к вам достаточно простой вопрос, как у доверенного лица. Когда кончится этот беспредел? Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец-то за решетку? Антуэль Борисович Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, конечно, совершили много ошибок, и образ определенности сформировался. Но кто-то должен был сделать то, что они делали. Они изменили всю структуру российской экономики и, по сути, изменили тренд развития. Повторяю, на мой взгляд, можно было бы сделать и по-другому. С меньшими социальными потерями и затратами не так жестко. Но задним числом всегда легко рассуждать на эти темы. А вот когда люди идут впереди, и непонятно, какой должен быть следующий шаг, будет ли он верным или ошибочным, но нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать. Там много всего смешного. Вот, например, в окружении Анатолия Борисовича, в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься, какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались. Коррупция, понимаешь? Но надо отдать должное американской судебной системе. Они ни на что не посмотрели. Даже вскрыли тот факт, что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ. Но вы сказали, как долго терпеть его во власти. Его нет во власти. Он возглавляет государственную, но всё-таки коммерческую структуру. И во властных структурах не присутствует. Теперь по поводу ответственности. Они ведь сами сказали о том, что разместили деньги неэффективно. Сегодня, я отслеживаю, что там происходит, сегодня они сами указывают на убытки в объёме 2,5 миллиардов рублей. Деньги, конечно, немаленькие. Можно ли в этой сфере безошибочно копейки... Но это же 22. Нет, нет, нет. 2,5 миллиарда. 22 – это первоначальная цифра неэффективных вложений. Сегодня они показывают убытки 2,5 миллиарда. А можно ли в такой сфере, как нанотехнология, всё сделать безошибочно, с абсолютной прибылью, мне трудно сказать. Но, наверное, ведь они на чём там горят? Горят на нетрадиционной энергетике, на кремнии. Ну, надо ли было в кремнии вкладывать? Особенно в нашей стране, богатые углеводородами, где у нас ещё время, времени поменяли. Встаёшь – темно, ложишься – темно. Когда эти батареи-то работают? Я не знаю и сейчас не хочу давать этих оценок. Но это сложная сфера. Это совсем не значит, что там в рамках этой кампании нанотехнологии, а не скрою, это одна из моих инициатив в своё время было – создать эту кампанию. Потому что нанотехнологии – это один из генеральных путей развития науки, техники, технологий. И там, в общем, немало сделано и полезного. Я там был пару раз, ну и с материалами знакомлюсь, их работаю. Есть проколы, провалы, но это не уголовщина.